Си Цзиньфин провел инспекцию в провинции Сычуань. В городе Чанчунь готовятся к экспо Китай-Северо-Восточная Азия. Ущерб от тайфуна в провинции Фуцзянь превысил 420 миллионов долларов. Москвичи и гости столицы впервые услышали российско-китайский симфонический оркестр. Председатель КНР Си Цзиньпин провел инспекцию в провинции Сычуань. Ее главной целью стала проверка охраны и защиты культурных реликвий и природных объектов. Так, в городском округе Гуан-Юань китайский лидер осмотрел участок древней системы горных дорог, которую еще называют дорогой Шу. В городском округе Де Ян Си Цзиньпин посетил музей-руин Сан-Сидуй, где было найдено более тысячи артефактов древнего царства Шу. Глава государства ознакомился с ходом раскопок и исследований, а также работ по защите и реставрации памятников культуры. В ходе инспекции председатель КНР высоко оценил работу провинциального партийного комитета и властей провинции Сычуань и выразил надежду, что они приложат все усилия для дальнейшего продвижения научно-технических инноваций, создания современной промышленной системы и развития сельских районов. Китайский лидер призвал власти провинции совершенствовать систему предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. После визита в Сычуань, Цзиньпин посетил город Ханчжун, провинции Шэньси. Там он осмотрел выставку историко-культурных реликвий в городском музее и посетил парк водноболотных угодий Тяньхань на реке Ханчзян. Председатель КНР отметил, что защита реки и ее притоков крайне важна, так как эти водные артерии имеют стратегическое значение для водоснабжения обширных территорий Китая. В конце августа в городе Чанчунь провинции Цзинь пройдет 14-е экспо Китай-Северо-Восточная Азия. На выставке представят различные товары, в том числе цифровое и энергосберегающее оборудование, а также продукцию для отдыха. 908 китайских и зарубежных компаний уже подтвердили участие в выставке. На экспо приедут компании из стран и регионов вдоль пояса и пути, а также Гонконга и Макао, Северо-Восточной Азии, Европы и Америки. Провинция Цзинь граничит с Россией и КНДР, находится недалеко от Японии, Южной Кореи и Монголии. Так, только в прошлом году товарооборот Китая с этими странами превысил 900 миллиардов долларов. Сильные ливни в столице Китая. Погибли два человека. По сообщению местных органов по борьбе с наводнениями, более 30 тысяч человек эвакуированы. Все достопримечательности парки и лесхозы в Пекине закрыты. Жителям рекомендовано оставаться и работать дома. Метеорологи предупреждают о приближении к берегам Китая еще одного тайфуна Ханун. Он может представлять опасность для жителей провинции Джадзян. А на прошлой неделе основной удар от тайфуна Даксури приняла провинция Фудзянь. От стихи пострадали более 880 тысяч жителей, большая часть которых проживает в городе Наньань. По словам метеорологов, такого тайфуна там не было с 1961 года. Сильный дождь начался в пятницу утром и немного ослаб во второй половине дня. А в субботу на нас снова обрушился сильный ливень. Из-за высокой воды 10 человек, среди которых была и беременная женщина, оказались в ловушке. Спасатели использовали специальное оборудование, чтобы помочь им выбраться. Мы прилагаем все усилия для спасения людей. Особое внимание при эвакуации уделяем детям, потому что взрослым вода доходит до пояса, а малышам до плеч. Спасательные работы и эвакуация местных жителей из пострадавших районов продолжаются. По оценкам, ущерб от стихии в провинции превысил 420 миллионов долларов. Москвичи и гости столицы впервые услышали российско-китайский симфонический оркестр. Уникальным коллективом руководят два дирижера. Выпускницы Санкт-Петербургской консерватории Виктория Добровольская и Джен Туньджо. Это очень сложная работа создавать оркестр. Это же целая структура. Тот факт, что мы вместе идем, нам очень помогает верить в то, что все получится и действительно все получается. В программе вечера шедевры русской и китайской музыки, русские народные песни. Главным номером стала мировая премьера сюиты «Шелковый путь». Второе название произведения, специально написанного для этого вечера композитором Ван Юаньхао – «Единство». Он китайский композитор, но он сейчас написал много мотивов. Есть китайский мотив, есть русский и арабский. Ну, много-много мотивов. В российско-китайском симфоническом оркестре представители разных национальностей и культур вместе творят одну музыку и покоряют сердца зрителей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова